Всем добрый вечер и добро пожаловать. У нас сегодня третья заключительная трансляция из цикла бесплатных вебинаров, которую мы анонсировали с Сергеем Атрощенко. Сегодня будем говорить о психологии трейдинга. Напишите в чат, если вы меня слышите, сразу проверим звук. Картинку проверять пока не будем, картинка будет позже. Так, я вижу, что люди у нас еще подключаются. Многие спрашивали про запись, потому что не все могли в пятницу вечером присутствовать на эфире. Но скажу, что запись будет обязательно, как и всегда, так что вы получите ее сразу же после окончания эфира, буквально через 2-3 часа. Так, вижу, вижу ваше сообщение, отлично. Значит, по формату. Сегодня мы также планируем примерно где-то на час-полтора. Времени может быть чуть-чуть дольше, но не сильно, потому что мы помним о том, что первая трансляция была у нас длинная, и вы, многие из вас, просили быть сильно короче, поэтому, да, будем стараться ложиться в полтора часа. С целью того, чтобы нам лучше усвоить материал, давайте, пожалуйста, усвоимся о том, что вопросы все будут в конце. То есть, давайте, вопросы, если там Сергей в процессе трансляции вас ни о чем не спрашивает, то, пожалуйста, все вопросы оставьте на самый конец, мы обязательно на них ответим. Так, звук, звук двоится. Если звук у вас двоится, то есть как будто вы эхо какое-то посмотрите, может быть, у вас моя трансляция, вернее, наша трансляция, где я говорю сейчас, да, она открыта в двух вкладках в браузере, и поэтому возникает некоторое эхо. Просто одну из них закройте, и все, все будет в порядке. Так, ну что, давайте будем сразу начинать, поэтому, наверное, я сразу передаю микрофон Сергею, но с вами не прощаюсь, потому что в конце у меня еще будет что вам сказать перед завершением нашей трансляции. Итак, Сергей, пожалуйста, вам слово, и мы начинаем. Друзья, всем добрый вечер. Так, я делаю сразу демонстрацию экрана. Хорошо, если вдруг что-то будет забиваться, такое бывает иногда, поэтому сразу пишите, потому что я могу сосредоточиться на презентации, поэтому либо в скайп, либо куда-нибудь майкуйте. Ну, это, наверное, Михаил, и вы уже сразу будете мне. Так, друзья, ну что ж, нас сегодня не так много, а зря, а зря. А зря. Почему зря? Потому что психология – это, можно сказать, один из самых важнейших аспектов по отношению к торговым системам. Почему? Потому что я уже повторюсь, мы уже много раз об этом говорили, что несмотря на то, что если даже у вас будет прибыльная торговая система, вот, ваша психология будет очень-очень негативно влиять, если, во-первых, вы сами себя не знаете, и вы не знаете всей агрессивности рынка, потому что рынок – это среда, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Поэтому, конечно же, важно работать над своей психологией. Так, вот как раз-таки мы сегодня поговорим об этом, обо всем. Ну что, вебинар будет называться, ну, давайте так, «Психология профессионального трейдера», ну, хотя бы «Психология трейдера», да, мы поговорим в общем о психологии, постараемся разобрать большинство моментов. И если у вас будут вопросы именно по психологии или личные ваши какие-то проблемы, с которыми вы не можете справиться, мы постараемся это разобрать, ответить на все. Ну что ж, вместо начала я буду сразу зачитывать. Ключ к успеху в торговле – это эмоциональная дисциплина. Если бы был самым главным ум, то гораздо больше людей зарабатывало бы деньги. Зная, что это звучит как клише, но самой распространенной причиной, по которой люди теряют деньги, является нежелание быстро закрывать убыточные сделки. Итак, значит, я первую часть еще раз вам зачитаю. Ключ к успеху в торговле – это эмоциональная дисциплина. Эмоциональная дисциплина. Многие, конечно же, отдают себе отчет, те, кто столкнулся с рынком, что здесь умственные способности и чрезмерный интеллект – это одна грань, но не основная. Но не основная. Потому что эмоциональная дисциплина – это, конечно же, если грубо говоря, так базово сказать. Смотрите, допустим, сейчас я вам покажу тот же самый график. Будем сразу по графику смотреть. Итак, я вам сейчас буду показывать, что такое эмоциональная дисциплина. К примеру, мы видим, что у нас здесь идет какое-то давление. Во-первых, здесь было давление крупного игрока. Цена вернулась в эту область, вернулась второй раз в эту область. И потом мы видим, что, конечно, здесь очень интересный момент был – удержание позиции крупным игроком бай-лимитами. Потом было пробитие и закрепление. Здесь можно было где-то искать точку входа на бай. Но это элементарные вещи. Но смотрите, вот когда происходит вот такое резкое движение, именно вот такое резкое движение. И особенно, если кто-то в этом месте уже вошел на бай, то мы видим, что после такого – «Вау, класс, рынок пошел в мою сторону, здорово!» То есть именно вот эти резкие скачки на рынке, вот эти резкие прорывы, которые являются и импульсами, вот если мы будем говорить в данном числе, да, вот в данном случае, вот. Это все как бы очень сильно влияет визуально, потому что рынок, в первую очередь, это визуальное влияние на трейдера. Вот смотрите, допустим, кто-то здесь вошел на бай. Хорошо. И дальше вот здесь, конечно, особенно, когда рынок начинает тоже провоцировать движение вверх, здесь трейдеры любят, конечно же, добавляться в бай. Вот. Особенно, особенно я подчеркну, вот в таких вот, после вот таких вот движений. Естественно, рынок – это больше среда такая не статическая, естественно, это динамическая среда, в которой может все поменяться в любой момент. Вот. Поэтому я вот оговорюсь об эмоциональной дисциплине. Вот здесь эмоции трейдера уже разогреты, да, то есть он вдохновлен, особенно если сделка здесь висит. И вот здесь, не дай бог, конечно, добавляться удвоенным лотом. Вот. Потому что, конечно, вырисовывается сразу такой тренд, вроде бы, да, с восходящим движением. Вот. Поэтому эмоции, они, в принципе, нас посещают и вдоль, и поперек. Вот. Поэтому очень важно уметь, знаете, смотреть на себя со стороны. Вот. Обычно, как это делать нужно? Это нужно делать после торговой недели, после торгового месяца, садиться и в спокойном режиме смотреть все-все-все свои сделки. В прошлый раз мы с вами говорили о... о интервью Майка Беллофиори, который говорил, да, что для того, чтобы быстрее расти в трейдинге, нужно анализировать, нужно ускорить свой процесс, и для этого нужно анализировать в 10 раз больше, чтобы в 10 раз больше расти. Так. Азембек. Поэтому эмоциональная среда – это среда, которую нужно очень-очень сильно контролировать. Итак, идем дальше. Своя воля хуже неволи. Есть такая поговорка. Своя воля хуже неволи. Смотрите, когда трейдер приходит вообще на рынок, он понимает, что здесь, в принципе, как бы непаханное поле, поэтому раздол такой, что можно и ту, и другую торговую стратегию использовать. Вот, поэтому самое интересное, что люди начинают к рынку применять вообще различные правила, пробовать его. Это, в принципе, хорошо, да, потому что нужно же его пощупать, прожить его через себя и так далее. Но здесь есть самый такой негативный момент. Как я уже сказал, своя воля хуже неволи. Очень многие люди начинают узнавать себя с совершенно другой стороны. Совершенно. Да, как мы говорили, что бизнесмен, интеллигентный мужчина, ни разу не ругался матом, там, ну, все хорошо, столкнулся с рынком, с финансовым рынком. Жена узнала его совершенно с другой стороны. Мышку разбил, ну, вот, чуть монитор не разбил, то есть не может совладать с собой человек. Понимаете, что особенно, когда идет удвоение риска, утроение и прочее, вот, человек начинает вообще себя не контролировать. Вот. Поэтому, как бы, своя, вы знаете, вот, когда нет ограничителей, если бы, конечно же, вот сейчас мы о рисках чуть-чуть коснемся, если бы у нас были ограничители какие-то, да, что, к примеру, ну, невозможно открываться больше, чем 2-3% сделки или 5%, ну, не 10 сразу, или 20. Это катастрофа, это самая ужасная катастрофа для трейдера нарушать риски. Вот. Почему? Потому что кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. В Библии есть такое местописание, что вот, если ты спешишь разбогатеть, все, то есть ты не останешься ненаказанным. Это один из духовных законов. Поэтому это действует просто на 100% для финансового рынка. Поэтому самая большая уловка – это вот это своеволие, когда нету никаких ограничителей. Человек делает все, что он хочет. Вот. Поэтому как бы в освоении рынка, в создании торговой системы, изучении механики рынка, изучении того, что происходит, вот этих всех процессов – это хорошо. Но когда человек начинает своевольничать и когда у него нет ограничителей, нету тормоза, то начинается такое, что, понимаете, маржинколя близко, очень близко к таким людям. Вот. Особенно это проблема новичков. Особенно это проблема новичков. Итак, становление. В свое время где-то, я вам скажу так, ну, около трех с половиной, ну, пускай даже около четырех лет. У меня вот как раз таки и было, был такой процесс, когда я на финансовом рынке, можно сказать, ну, сколько я раз слил депозит? Наверное, раза четыре слил депозит. Вот. Конечно, слава богу, что это не было, там, не были большие деньги, это не были заемные или в кредит деньги, это были свои. Ну, и один раз я слил деньги брата, когда я одолжил у него тысячу долларов. Вот. Вот таким способом формировалось мое отношение к рынку и торговая система. То есть где-то три или даже четыре года я формировал свою торговую систему. Вот. И заметьте, во время формирования своей торговой системы, конечно же, психологические вот эти проблемы, они оставались. Мое дело было, моя цель была нащупать торговую систему, которая хоть как бы приносила прибыль. После того, как я сформировал свою торговую систему, вот, я смотрю, что психологические проблемы, они остались, они никуда не делись. Вот. Поэтому львиная доля разговоров с моим другом, вот мы с моим другом, с моим друг, партнер, коллега, вот, можно даже так назвать, мы сначала, вот, допустим, если проанализировать час разговора, да, то до четырех лет мы где-то советовались по рынку, вот, процентов 90 и, наверное, процентов 10 уделяли во время звонка психологии. После того, как торговая система была сформирована, где-то процентов 80 мы говорили только о психологии. Почему? Потому что очень было сделок, которые не довели до цели, которые пропустили, в которые не вошли. То есть много сделок, которые, можно сказать, закрыли раньше времени, ну и тому подобное. Все вы с этим сталкивались. И вот самым большим и самым трудным, наверное, этапом, который до сих пор еще продолжается, это, друзья, работа над собой. Вот, ну, что может решить эту проблему? Вот, что может решить проблему психологии? Это автоматизация торговли, это робот. Либо полусоветник какой-нибудь. Вот. Но и то все норовят там подправить работу робота и так далее. Поэтому особенно это актуально для тех, кто занимается ручной торговлей. Поэтому работа над собой у вас будет продолжаться. Вот. И я уже говорил, что несмотря на то, что если у вас даже будет рабочая торговая система, психология будет вас подводить, если вы все еще находитесь на этапе эмоциональных, необдуманных, своевольных решений, решений, которые связаны с, к примеру, аналитиками, гуру рынка, которые, не отдают себе отчет, кричат, что я сто процентов про евро развернется, к примеру. То есть все это такие моменты, которые очень сильно влияют на ваше и мировоззрение, и на ваши эмоции. Ну что? Смотрите, я вам покажу пример, да, ну такой. Давайте мы с вами вместе сейчас немножко поработаем. Давайте, ответьте мне на вопрос, я вам показываю график, показываю график, и вы мне говорите, вот, ну, пускай сейчас анализ будет идти, я думаю, что вам, конечно, нужны ваши какие-то, может быть, дополнительные источники анализа рынка, но мы сейчас попробуем просто психологически прожить вот данную ситуацию. Пишите мне в чат, пожалуйста, друзья, вот в данной ситуации, как вы считаете, вход в продажу или в покупку? Вот в этом месте. Вот. Понятно, что кому-то из вас нужны опционные зоны, объемы и прочее, прочее. Хорошо, попытаемся просто простимулировать эту ситуацию как бы как будто мы первый раз на рынке. Хорошо? Сильно не придирайтесь, поэтому будем ее проживать вместе. Вот. И попытаемся понять, какую роль играет психология, да, разберем это все. Sell или Buy? Так, Александр ждать. Угу. Угу. Так, Анатолий в покупку. В покупку. Это график, кстати, M30. Так, о, Рушан появился. Приветствую вас, Рушан. Я уже даже соскучился. Может, тут вы ничего не пишете. Хорошо. Я бы купил продажа. График, график фунт-доллар. Мы видим такую ситуацию. Так, смотрите. На H1 данная ситуация выглядит примерно следующим образом, чтобы вы видели фон. Обратите внимание. Значит, вот она вот эта ситуация. Вот она эта ситуация. В фоне у нас прошлое низинка. Допустим, здесь, здесь. Да? Вот она эта ситуация. Вот. Так, теперь мы, теперь у нас, конечно, есть немножко больше сведений, да, как она развивается. Давайте еще продолжим, конечно же, как бы торговать под моим чутким руководством. Так. Ну, вот смотрите. Давайте теперь здесь. Вот. Понятно, голова-плечи, это я так нарисовал, но давайте теперь здесь. Ответьте мне на вопросы. вот. Sell или buy. Вот в этой области. Вот она. Так. Я напомню, что, когда мы принимали решение, рынок был вот здесь. Рынок был вот здесь. Вот. Давайте теперь ответите мне на вопросы. Купили бы или продали вот в данной ситуации. Так, хороший миг, кто там? Sell. Так, ждать обновления прошлого лоя, потом покупку. О, Игорь. sell. Угу. Так, sell. Так, так, так. Игорь, sell. Так, Игорь, вы же на buy собирались. Ждать обновления прошлого, потом в покупку. Изменили, да, решение? sell buy. Так, продажа, купить, sell. Ребят, спасибо. Вы пишите, пишите, мне важно. Мы просто, мы же вместе занимаемся, никто никого не стесняется, все в порядке. Нужен ретест. Так, нет, это по второму случаю. Ага, я понял, хорошо, Игорь. Так, ну что, смотрим, смотрим, что у нас произошло. Вот ваш ретест, кто-то говорил, вот ваш ретест. Так, смотрите, теперь сам процесс в реальности. Я вам просто покажу, просто покажу, вот что было. значит, значит, именно, вот такие резкие движения, именно вот такие резкие движения очень-очень сильно провоцируют, да, и разогревают эмоции трейдера. Вот, особенно, если вы торгуете на младшем таймфрейме, от, ну, допустим, М5, М15, вот. Кстати, вот именно в этот процесс я наблюдал, как ребята очень-очень сильно дискуссировали в чате. Вот, вот смотрите, это выдержка из скайпа, я растянул немного, вот, ребята пишут, ух, как фунт откатился, и подает фунт изюма. Кстати, на H4 по фунту голова-плечи рисуется. Ну, это я нарисовал, да, голова-плечи, фигура, и потом, вот, кстати, очень многие продавали. Это просто была песня, ну, я вам сейчас покажу, вот оно, да, то есть, особенно, когда фунт попер вниз, вот здесь, смотрите, вот именно резкая, вот это движение, оно очень сильно захватывает, как бы, дух, да, в этой области, вот в этой области, именно вот в этой области, такие возникают страхи. Вот об этом, об одном из страхи очень хорошо, я еще нигде не видел лучшее описание. Первый страх – это желание, даже страх, упустить возможность. Том Вильямс написал в своей книге «Хозяева рынков». Страх упустить возможность. Особенно, знаете, когда кто-то сидел, караулил сделку, там, около недели, или у него был минус, или что-то там, или особенно флетовая ситуация, и когда рынок пролетел, там, пунктов 200 без него, вот, все начинается, блин, я столько караулил это движение, рынок прошел без меня, и здесь начинаются панические продажи. Вот именно вот в этом месте, особенно, когда еще теханализы это подтверждает. Вот. Так. Ну вот, и смотрите, я лично в этот, я лично в этот момент писал, да, всем привет, я купил фунт. Я купил фунт. Многие аналитики писали, что Тетчер за собой потянула фунт, и статистика вышла, и прочее, да. Вот. Значит, сейчас посмотрим, да, что. и фунт, сейчас мы увидим, фунт, что он сделал? Особенно, вот мы можем посмотреть, что пробой уровня, потом, ну, где-то у нас шел наклонный канал, пробой также наклонного канала, вот это вся была провокация, и вот это очень сильное место ликвидности, очень сильное место ликвидности, вот, оно очень важно, особенно, если ликвидность идет по рынку, крупные игроки, в принципе, как они поглощают, они ставят селлимиты в эту область, да, и они просто иными словами поглощают все ваши эмоции, вот, им-то и нужно, чтобы здесь, в принципе, оно даже видно по объему, что вот в этой области объем достаточно хороший был, вот, ну и потом фунт пошел вверх, вот, то есть реакция была такая, то есть к чему я это все говорю, я говорю это к тому, что сейчас мы попробуем даже на рынке понаходить ситуации, когда рынок разгоняют, я называю это рынок разгоняют, вот, то есть вот это место, да, и мы видим, что фунт прокатился вверх, так, ну давайте посмотрим рыночные ситуации, какие, возьмем еврик, даже, ну давайте так, так, где наш евро, чтобы у вас был белый экран, потому что темный, я знаю, вам не не очень хорошо смотреть, так, ребята, ребята, вот смотрите, опять же, такие, покажу некоторые нюансы, вот, значит, сейчас я покажу вам, вот эта ситуация, вот эта ситуация, после вот этого движения, особенно вот здесь в фоне был некоторый пробой уровней, толпа начала продавать, вот это место, вот, вот это место, конечно, интересно, потому что здесь толпа продавала, вот, основные цели по евро, основные цели, если мы вот посмотрим, куда должна двигаться механика рынка, да, она двигаться должна сюда, но крупный игрок знает, что она сюда будет двигаться, но по пути к этому движению, по пути к этим целям, крупному игроку нужно сбросить пассажиров, каким образом, каким образом, вот здесь толпа входит в продажу, естественно, сюда ставят стопы, да, смотрите, рынок разгоняют, убивают двух зайцев подряд, первое, вырубают стопы продавцов, вот в этом месте, и вот этим движением провоцируют покупателей входить в рынок, почему, почему, сейчас мы увидим, у нас здесь мы видим некого рода уровни, мы видим тенденция, как бы нисходящая, да, вот мы видим отскоки вот от этой области, да, и резко пошли вверх, здесь мы видим закрепление над прошлой уже зоной сопротивления, которая стала уже зоной поддержки, покупателей, естественно, особенно, когда идет разогрев еще один вверх, да, вот пробой вершинки, вот, здесь покупатели потирают руки, входят в рынок, то есть рынок это действительно такая среда, когда нужно через холодный рассудок смотреть на это все, и знаете, я вот, даже недавно меня приглашали на одну конференцию уступать, много я знаю трейдеров, которые довольно успешно хорошо торгуют, вот, когда я сижу слушаю их, я думаю, слушай, вот, насколько, вот, мне приятно, насколько люди разбираются в психологии рынка, понимаете меня, вот, то есть, когда они проживают, когда они оценивают ситуацию через психологию толпы, которая происходит на рынке, потому что если бы вот здесь толпа не продавала, а наоборот, если бы вот в этой области, я сейчас его обведу синим кружком, смотрите, вот, если бы здесь толпа покупала, то рынок, конечно же, он пошел ниже, то есть, вот, примерно, ситуация была бы следующая, так, я попробую ее нарисовать, да, вот здесь флэт, и если бы в этой области толпа покупала, рынок бы сделал движение вниз, но, видите, рынок, он как бы может менять свою структуру в зависимости от того, что происходит в данном случае, вот, и даже ребята, которые занимаются опционами, на опционном рынке, друзья, все то же самое, то же самое, вот, если хотите, могу вам тоже опционы показать, потому что там то же самое настроение толпы, любые уровни, которые образуются, да, вот, опционы пут, опционы пут, вот, если прирост идет путов, понятно, рынок пойдет вверх, да, это касается фьючерсного рынка, вот, то же самое, оно взаимосвязано, поэтому мне очень нравится, когда люди, они проживают рынок через психологию, это очень важно, друзья, так, дальше идем, идем дальше, так, смотрите, к чему это все, к чему это все, надо засунуть свои эмоции подальше и сосредоточиться на холодном рассудке, на холодном рассудке, вот, второе, у вас должна быть своя торговая система, возможно, у вас ее нет, скоро вы ее получите, вот, как раз-таки нас ждет всех вебинар по золоту, там, просто даром, мы будем рассматривать очень потрясающую торговую стратегию по золоту, может, у кого-то у вас уже есть своя торговая система, так вот, торговая система, конечно же, она, вот, эмоции негативно влияют на соблюдение своих же правил торговой системы, ну, вот, хоть ты стрель, сколько я не общался с учениками, со своими, те, кто вообще торгует на рынке, люди жалуются, я не могу соблюдать правила своей же торговой системы, которую я лично вывел, понимаете, то есть, получается так, что человек три года работал или год работал, есть такие люди над созданием торговой системы и психология начинает его уводить, и говорит, ну, вот, я не могу, вот, нарушаю правила своей торговой системы и все. Кстати, в конце вебинара я вам расскажу маленький секрет, как от этого избавиться, если вы хотите. Вот, если хотите, чтобы я рассказал, поставьте плюсики, я вам расскажу. Конечно же, мы с вами в прошлый раз говорили о торговом плане. Торговый план – это, вот, так скажем, видение ситуации на местности, на локальной местности. То есть, мы уже об этом поговорили несколько раз, а вот это не одно и то же. Ну, и, конечно, обдуманный логический вход по прогнозу, по своему прогнозу, по той ситуации, которая созрела уже для входа. но человек, вот, как ни крути, он обладает эмоциями. Да, эмоциями. да, хотите, хорошо, мы поговорим об этом, я вам расскажу. Вот, вещи простые, но мы с вами договоримся, что вы попробуете их применять хотя бы в течение следующей недели. Сегодня уже у нас все, конец торговой недели, поэтому в течение следующей недели вам будет задание именно применять то, что я скажу. Это я вам скажу в конце вебинара. Мы пропустим. Вот, смотрите, давайте так. Вот, интересный, кстати, момент. Очень интересный момент. Наверное, плохо видно. Так, 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 так. Сейчас я отключу мой второй монитор. и покажу вам слайд-шоу, чтобы было видно на весь экран. Так, с текущего слайда. О, вот так картинка должна быть побольше. Смотрите, лично мой прогноз. Внимание, вот мой прогноз, который я сам рисовал. Вот он. Лично мой прогноз. Видно, да? Вот. То есть прогноз. И вот мои сделки. Я открывал, я открывался вот здесь сначала первую сделку на продажу, вторую сделку на продажу, третью сделку на продажу. Да, ну, вы видели, что я рисовал, что это, что у нас, вроде фунт, да? что инструмент пойдет вниз. Но как важен риск при психологии? Давайте мы чуть-чуть об этом коснемся. Итак, смотрите, когда вы привыкли торговать, ну, допустим, не знаю, у кого как с рисками, допустим, 2% от депозита вы привыкли торговать. Итак, в первой сделке вы здесь вошли 2% от депозита. Хорошо, рынок сходил вниз, пошел выше. Что в этот момент переживает трейдер? Во-первых, он понимает, что, допустим, вы поставили стоп вот сюда, да, за видимую область уровня, вот этого. вот здесь стоят все ваши стопы. Ваш болевой порог, к примеру, 2%, допустим, у вас сколько там, ну, тысяча долларов, допустим, на депозите, так, 2% это 20 долларов, это 20 долларов, да, которые вы можете себе позволить, это ваш болевой порог. вот, конечно, рынок пошел против вас, обидно, у вас уже минус, ну, к примеру, сколько там, минус 6 долларов, так, к примеру, вы, у вас здесь начинается жадность, блин, если я, если я войду второй сделкой, то, значит, я могу открыться повыше, вот здесь, я-то откроюсь повыше, вот первая здесь сделка, вторая вот здесь, и заработаю больше, потому что, почему, потому что потенциал движения к целям, конечно, больше, 5 себе открываться, ну, допустим, откроюсь-ка я еще 1%, хорошо, уже риски немножко нарушены, вот, потом вы посидели, подумали, подумали, но обычно, конечно, трейдеры начинают, я-то здесь открывал еще третью сделку, но обычно трейдеры начинают вот здесь, на движении вниз открывать третью, то и четвертую сделку, что в этот момент происходит, в этот момент вы добавляете еще, к примеру, 2%, да, вот, и того, у вас, к примеру, уже, ну, допустим, ваши потери, допустим, болевой порог 20 долларов, сейчас у вас уже открыто, и вы глазами смотрите на свой минус, и у вас на сердце тяжесть, у вас наворачиваются слезы на глазах, потому что у вас уже там, к примеру, минус 40, долларов, да, вот, и чем больше рынок двигается вверх, тем тяжелее эта ноша для вас, тем она тяжелее, вот, в этот момент опять же таки срабатывает, вот, психология выходит за пределы вашего болевого порога, всегда, допустим, месяц подряд вы соблюдали риски, ну, пускай сработает стоп, ну, 2% потеряли, теперь вот произошла такая ситуация, жадность сыграла, да, вот, теперь у вас 40%, что вы делаете, вы, конечно, чтобы сократить немножко свои потери, вы либо двигаете стоп поближе, что очень страшно, да, потому что понимаете, что, к примеру, вот здесь стоп, куда цена, ну, допустим, не достанет, чтобы сократить хоть как-то ваши потери, потому что, потому что вы понимаете, что если рынок пойдет даже уже вот в эту область до стопа, то у вас уже будет минус 60 долларов, да, вот, а может быть и минус, там, я не знаю, у кого-то минус 10%, у каждого это, конечно, я лояльно еще разыграл такую ситуацию, вот, особенно, когда минус, там, 30%, или еще похлеще, то есть, и смотрите, что лично у меня произошло, когда я стал добавлять вот здесь сделки, как ни странно, рынок, вот здесь сработал мой стоп, вот в этой области, да, почти три пункта от момента разворота рынка, и только в этом месте, я, вот смотрите, вот только здесь я еле-еле собрался и переоткрылся в селл, вот так, вот это типичные ошибки, типичные ошибки, что мы здесь имеем, мы здесь имеем нарушение риска, и кстати, вот, если мы говорим о нарушении риска, да, запись будет, Виктор, если мы говорим о нарушении риска, риск влечет в себе просто массу, это знаете, как болезнь от нервов, то же самое риск, просто масса проблем, которые начинаете вытянуть, вот, это самое опасное, итак, вот так проанализируем, да, вот, когда была позиция, к примеру, в посадке 2%, это в принципе нормально, это тот болевой порог, который в принципе типичен для вашей торговой системы, для вашей психологии, и так далее, вот, когда вы нарушаете риск, вот, вторая сделка пошла в минус 4%, третья в минус 10%, уже начинает играть воображение, все пошло, а вдруг я солью депозит, а вдруг кто, каждый в принципе вы знаете свои страхи, вот, тут начинается уже воображение, да, лучшие блокбастеры рождаются у трейдера в голове, вот, и потом, когда, я не знаю, у вас может быть 10% просадку держать, это еще нормально для психологии, для меня это ненормально, это уже по одному инструменту значительное нарушение риска, да, и потом, к примеру, у каждого свои моменты там 10, 20, 30, может, вот, вы не выдерживаете и закрываете все вручную, вот, какой итог из нашего разговора, из нашего диалога, который мы сейчас с вами как бы провели, прожили и так далее, да, то есть, вот смотрите, первое, итог, то, что рынок это эмоциональная среда, которая влияет на нашу психологию, поэтому, возвращаясь на слайд назад, я уже говорил, так, у вас должен быть торговый план и торговая система, которую вы должны просто неприкосновенно выполнять, несмотря на то, что будет происходить на рынке, опять же таки, вот мой прогноз, который я давал, и мой результат, который на самом деле был по факту, что здесь, конечно, чисто психология сыграла, поэтому, один из итогов, это соблюдение торговой системы с теми рисками, которые вы для себя установили, это очень важно, потому что начинается потом, допустим, ну давайте так, еще раз вот эту ситуацию посмотрим, ну вот, я-то знаю, что сюда вернется цена, вот я-то знаю, но начинаются вот такие моменты, что, ух ты, вот это такой явный сигнал, просто, просто класс, все, значит, если бы я здесь вошел 2%, то я бы заработал плюс 4%, но я войду 6%, и тогда я заработаю 12%, да, и вы уже, и вы уже, еще рынок не двинулся, вы уже для себя, уже вошли в сделку, и вы мечтаете, я войду 12%, ну, я заработаю 12%, уже вы представляете, что, ага, две недели я не мог дожидаться сделки, а я отобью прошлые минуса все свои, вау, мы сказали, что ни в коем случае не отступать от установленных рисков в вашей торговой системе, кстати, отпишите в чат те, которые себе говорили, о, вот это явный сигнал на рынке, явный сигнал, поэтому, по этому сигналу я заработаю, вот это, это 100% все, ну, не 100%, конечно, но я заработаю, и будет все в шоколаде, и вот в этих явных сигналах рынок двигался априори, все, то есть, вопреки вашему, вашей логике, потому что у меня бывали такие, друзья, моменты, когда я смотрю, и, ну, когда я анализировал, там, глубокие объемы, и опционные зоны, ну, просто ряд факторов, 8 факторов совпадало для входа в продажу, и рынок, ты думаешь, ну, как так, и рынок идет в противоположную сторону, думаешь, ну, логика, ну, невероятные вещи иногда, поэтому иногда получается так, что вроде бы такие уже явные сигналы, что, и рынок идет против этого, были, да, такие ситуации, что вроде бы так уже все красиво должно быть, а не тут-то было, и вот в эти моменты трейдер нарушает риски. Хорошо. Так. Вот это, это вот этот слайд, такую я картинку специально подобрал, да, что вот здесь воображение нам начинает рисовать свои картины, да, ну, это чтобы вас повеселить. Смотрите, значит, пять лет в трейдинге, ну, тоже я не буду озвучивать трейдера, вот, какие его выводы, выводы после пяти лет в трейдинге. Плюсы. Интересно, мне надо почитать, думаю, слушай, или это я один такой, или это у всех такая проблема, оказывается, это у всех такая беда. Оглядываясь назад, я вижу, что я очень сильно развивался в плане понимания рынка и механизма его работы. От этого мой подход к трейдингу с каждым годом становился все более объективным, логичным и формализуемым. Я искренне горжусь тем, чего достиг в этом плане. Минусы. Однако, видите ли, этого мало. Для того, чтобы зарабатывать миллионы долларов, ну, это понятно, здесь преувеличение идет, нужно еще то, что никогда во мне не развивалось. И оставалось на уровне зародыша. Это дисциплина и профессиональный подход к делу. Точнее, его и ее отсутствие. Ну, давайте третий пункт почитаем. Отсутствие вообще какого-либо риск менеджмента и мани менеджмента до сих пор. То есть, я реально не знаю, какой у меня риск на депо. И, вы знаете, друзья, если вы входите в сделку и 0,1 лота, там, к примеру, 0,3 лота, так вот, ну, как ветер подул, так и вошел. Это безобразная работа. Честно вам скажу, вы должны понимать, какой процент потерь у вас будет в сделке. Вот, вы вошли в сделку и вы должны знать, сколько вы потеряете. В прошлый раз мы говорили, Алан Форрей, цитату зачитывали, что новички заботятся о прибыли, а бывалые трейдеры заботятся об убытках. Ну, не то, что заботятся, а они понимают, они учитывают, что я могу столько-столько потерять. А новички, давай мне заработать, я сейчас заработаю, лопату мне давай, сейчас денег заработаю. Заработаешь. Вот. Часто получается, вижу вход, открываю позицию, примерно прикинув, что много я тут не потеряю, то есть на глаз, но потом иногда появляются еще верняки. Вот это, то есть мы говорили, что вот явный сигнал, это вот суперский сигнал. Верняки. И еще, в итоге, после того, как я понаоткрывал позиции, я уже понимаю, что кумулятивно по ним риск такой, что я просто не досижу до всех стоп-лоссов. Или увеличивать лоб после убыточных входов. Ну, короче, весь букет среднестатистического ламера. Да, то есть проблема с рисками, это еще тот конек. так, этот слайд не буду зачитывать, чтобы время не тянуть. Так, смотрю, я иногда смотрю, что вы мне пишите в чате. Ну что, давайте сравним немножко бизнес и трейдинг. Обычно я называю классический бизнес, это, ну, то есть я немножко разделил, чтобы, ну, понятно, что бизнес, бизнес. Трейдинг – это совершенно другая среда в отличие от бизнеса. Если в бизнесе мы можем проанализировать, к примеру, бизнес не растет, да, то мы можем взять, разделить и проанализировать, что не так в бизнесе. К примеру, дырка в отделе продаж, надо нанять толкового продавца, менеджеров, хороших продавцов, да, то есть если в этом, в этой теме у нас пробел, мы можем исправить. Или, к примеру, маленький поток клиентов. То есть надо давать рекламу, подумать над маркетингом, посмотреть, что мы можем сделать, там, пустить вирусную рассылку по соцсетям, ну и так далее. То есть можно поработать, но над психологией, если мы говорим о трейдере, да, над трейдером нужно самому поработать над своей психологией и никто, кроме вас, этого не сделает. Вот. Никто. Итак, идем дальше. Отрывок из книги. Вот, кстати, кто не читал книгу Марк Дуглас «Дисциплинированный трейдер»? А также «Зональный трейдинг»? Я советую прочесть эти две книги. Очень серьезные. Очень хорошие. Именно поэтому я убежден, составляющая торгового успеха это 80% психология трейдера и лишь 20% его методика. Будь это фундаментальный анализ или технический. Так человек может быть не слишком силен в них, но если он держит себя в руках, то он выигрывает. Но, однако же, я не люблю это слово «выигрывает», потому что трейдинг – это не игра, не казино. Это очень серьезная работа. И наоборот, есть шикарная торговая система, испытанная, прибыльная уже не первый год, но потерял человек контроль над собой и проигрыша не миновать. То есть, Марк Дуглас, если я не ошибаюсь, вроде бы 13 лет писал эту книгу. Дальше. Успех в торговле. Это торговая система. То есть, на данный момент, что, вот, к чему я прихожу. Это понимание рынка. Это очень важно. Это понимание рынка. Так, ну, что вам такое вот показать? Ну, допустим, та же самая вот у меня сейчас открыта Франк иена. Вот, смотрите. Я вам покажу некоторые вещи. То есть, вот в этих местах, вот в этих местах, вот в этих местах. Ну, вот это место уже, конечно, не добили цели, но, смотрите, дело в том, что вот эти места, куда в 80% будет возвращаться цена. Вот, это мы с вами будем работать по напалму, по этой стратегии. Вот, то есть, эти места по механике рынка, вот, куда действительно доводят цену. Поэтому для меня, вот, когда ты понимаешь, что сюда в 80% вернут цену, что от этого появляется? От этого появляется уверенность. Это очень важное слово. Вот, когда человек уверен, да, что сюда вернется цена, он будет держать сделку, несмотря на вот такую вот ерунду. Вот. поэтому такие моменты, конечно же, важны. Ну, и для того, чтобы передержать, удержать сделку, да, чтобы довести ее до цели, вот здесь важно, чтобы эмоционально рынок нас не завязал в свое болото, болото эмоций. Так, ну, давайте так. Есть такое бытует мнение, что привычки формируются 21 день. Я абсолютно не согласен с этим опытом. Раньше этот опыт, как бы, на чем он реализовывался? Вот, если вы знаете, то мы сейчас видим мир, ну, таким, каким он есть, и, как бы, наш мозг его переворачивает. То есть, линза глаза его видит перевернутым, да, потом наш мозг его переворачивает, переворачивает. Один ученый взял очки, то есть, и человек, вот, ему было такое задание, чтобы он каждый день вставал с утра, одевал эти очки, вот, и носил эти очки каждый день, вот, то есть, он наоборот, видел все вверх ногами, иными словами, так, вот, в этом опыте. и на 21-й день он мог свободно ходить, ориентироваться в пространстве, вот, то есть, его мозг привык на 21-й день, но, это, это был опыт, вот, в этой сфере. Но наш характер, друзья, это, это другое, то есть, здесь нужно, вот, говорится, что, если вы 21-й день будете соблюдать одни и те же правила, то у вас формируется определенная привычка, не совсем так, особенно люди, которые, допустим, 40 лет занимались, он 40 лет, вы представьте, умножьте, вот, простая математика, одной, одной и тем же работы, или, к примеру, ну, какие-то процессы, да, которые особенно связаны с эмоциями, проходили, вот, и вот, попробуйте за 21-й день искоренить привычки, угу, для этого уйдет гораздо больше времени, поэтому, хотите, не хотите, нам нужно уделять этому внимание, вот, от чего зависит психология, психология, конечно же, зависит от метода торговли, либо вы торгуете среднесрочно, либо краткосрочно, естественно, все это соприкасается с вашим темпераментом, ну, и подготовка вашего характера, здесь включает комплекс, комплекс, это ваш опыт работы, то есть, ваша дотошность на рынке, как вы анализируете сделки, то есть, и так далее, вот мы в конце вебинара чуть-чуть поговорим, как это развивать, очень простой способ, который лично я, как бы, ну, для себя выявил, смотрите, лично я по своему темпераменту, скорее всего, больше сангвиник, понятно, что темпераменты могут пересекаться, холерик, сангвиник, там, сангвиник, флегматик и так далее, там, но, вот, холерики, я почему-то замечал, и они, им нужно внутридневная торговля, ну, вот, они вот, у меня есть друзья, которые торгуют, они говорят, мне больше скальпирование подходит, мне лично именно среднесрочная торговля, потому что мне нужно нормально, обдуманно сесть, проанализировать график, так, так, принять решение, не люблю я внутри дня дергаться, ну, вот, брать эти по 10 пунктов, то есть, во-вторых, глаза устают, в-третьих, эмоционально изматывает, такое чувство, что реально угол, уголь побросал день, вот, если еще риски, то ой-ой-ой, вот, поэтому вы должны для себя определить, какой метод торговли вы для себя изберете, внутри дня, либо среднесрочно, я точно знаю, вот, точно знаю, что мне подходит больше среднесрочный, ну, даже, скажем так, среднесрочный, если брать по букварным истинам, то это от месяца до полугода, ну, скажем, краткосрочный, вот, мне комфортно сделки держать где-то три дня тери неделю, так, мы недавно, сейчас я вам покажу ситуацию, летом, летом держали сделки, так, 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 сейчас я покажу, я даже на аж 4 переключусь, вот, мне было очень комфортно держать сделку, вот здесь, вот здесь я входил на бай, и вроде бы вот здесь, это у нас было 14 августа, и мы держали, вроде бы даже в продажнике есть эти, эти сделки, и вроде бы держали, да, вот, здесь фиксил, и вроде здесь, ну, то есть практически месяц, 20 сентября, только рынок достиг своих целей, вот, мне, в принципе, было комфортно, потому что я знаю, что в 80% сюда вернется цена, вот, и тем более по темпераменту, вот это важно. Так, так, ребята, давайте я зачитаю ваши, вот, кстати, мне понравилось то, что Азембек написал, к трейдингу надо относиться серьезно, относиться как к бизнесу, как к работе, трейдинг, это торговая система, психология, и это математика. Да, я абсолютно согласен с вашей, с вашим комментарием, это серьезно, вот, не нужно легкомысленно относиться, кстати, вот, в конце вебинара, я вот, ну, чуть-чуть вам расскажу, очень важно, очень важно. Так, с этим мы разобрались, вы должны понять, сведения срочно, кратко, срочно, что у вас за стиль торговли, тоже. Так, дальше идем, идем дальше, защищай свой депозит. Тюдор Джонс говорил, самое главное правило трейдинга, это играть в защите, опять же, играть, работать в защите, а не нападение. Открывая сделку, я знаю, что могу быть неправ. Я знаю, где поставлю стоп-приказ, я делаю это, чтобы определить максимальную просадку в сделке. Вот, кстати, вот это, очень важная цитата, почему? Потому что мы на себя уже берем как бы ответственность в сделке. Понимаете меня? Что мы как бы уже основательно сами себе говорим, что я могу потерять столько-столько, и я, соответственно, рассчитываю на такую-то прибыль. Вот, Джордж Сорос, самая распространенная его цитата. Во всех группах ВКонтакте, там, или Фейсбуке по трейдингу вот эта цитата всегда фигурирует. Мой принцип состоит в том, чтобы прежде всего стремиться выжить, а уж потом заработать. Джордж Сорос. Итак, так, что я хотел здесь вам показать? Смотрите, мое, мой, как я слил мой второй депозит. Итак, после сильного падения вот здесь, после сильного падения здесь прошел сильный-сильный объем. И вот как раз таки здесь совершенно другая ситуация, которую мы с вами рассматривали. Вот здесь толпа покупала. Вот в этой области толпа покупала, друзья. я здесь вошел определенным лотом. Потом рынок дал движение вниз. Я здесь, вот это ловля ножей, вроде блиндорашки, да, говорила, что ловля ножей – это катастрофа для трейдера. Низинок, то есть, или вершинок. я здесь еще открывался. то есть, работа Мартин Гейл конкретный. Конкретный Мартин Гейл. Короче, вот здесь я вроде бы слил свой депозит уже. Вот. В то время, когда рынок развернулся. вот. То есть, что у меня здесь было? Во-первых, неподтвержденные сигналы, во-вторых, опять жадность, еще большая жадность, еще большая жадность, то, что мы с вами зачитывали. Вот. То есть, вот в этом моменте я уже считал, сколько я заработаю. Да? Так. А вот то, что мы с вами говорили, когда я по фунту в принципе открывался на бай, я здесь достаточно хорошо рассчитывал риски. То есть, по трем моим позициям общий риск до срабатывания стопа составил бы 2%. Все. Итак, опытные трейдеры следят за убытками, а новички за прибылью. Алан Форлей. Так. Теперь еще один момент тоже интересный, очень важный. Пример с фунт-иеной. Я торгую по плану. Вот риск соблюден, стоп 50 пунктов был. Все идет по плану. Теперь смотрите. Смотрите, какой тоже очень интересный психологический момент был. Значит, изначально я ставил стоп чуть пониже. Чуть пониже я ставил стоп. Вот. Потом я понимал, да, то есть я примерно понимал, где лимитные ордера и так далее. Вот. К примеру, я уже сказал, стоп был 50 пунктов. Я думаю, так, а не уменьшить бы стоп? Так. Я думаю, слушай, ну если я думаю, что, ага, если возможно туда рынок и не пойдет, а я стоп уменьшу, вот я стоп уменьшу, сейчас я покажу еще раз, то есть я решил подтянуть стоп, вот я вошел здесь, к примеру, ну допустим, 0,1 лота, да, вот, я думаю, уменьшу, ка я стоп, вот, и вместо того, чтобы торговать по плану, я примерно понимал, что вот фунт иена, даже не примерно по торговой стратегии, вот, что фунт иена пойдет вверх, это мой личный прогноз, я думаю, я увеличу риск, увеличу риск и подтяну стоп, все равно я сюда, к примеру, заложил, ну допустим, там, 2%, да, вот, я понимаю, что, если уменьшу стоп, то соотношение стоп-тейк будет выше, вот, поэтому соотношение большое, там, оно было, там, допустим, один к трем, а сейчас я смотрю, один к шести, там, или один еще, еще больше, то есть я планировал, я думаю, о, потеряю стандартную мою, к примеру, там, ну 2% стандартный мой порог, потеряю, но зато, если заработаю, вот это, если заработаю, это еще один косяк, друзья, то я возьму, к примеру, 50% к депо, друзья, нарушение риска, ну, к примеру, вот здесь могло бы и не быть, да, вроде нету нарушения риска, маленький стоп, но это, во-первых, отклонение от своей торговой системы, во-вторых, вот мои стопы, я находил столько сделок, подтянул близко стоп, и вот смотрите, и меня выбило, вот буквально, пару пунктов по стопу, вот, как только фунт иена, я иногда думаю, слушай, ну, такое чувство, что как будто, вот, они как в воду смотрят, вот, как будто в воду смотрели, одна вот эта свеча, которая на два пункта, пробила, да, вот эту, вот, и тем самым рынок показал, кто здесь король, что мы со своими, со своей жадностью, эмоциями, да, вот, вот это такое скрытое нарушение риска, вот здесь бы было процентов 50 к депозиту у меня, вот, на два пункта пробили, вот, так, дальше идем, ценовые барьеры, будем двигаться поактивнее, ценовые барьеры, смотрите, самое интересное, опять же таки, что связано с психологией, к примеру, когда вы приходите на рынок, вы, вы, закладываете, ну, не закладываете, а выложите 100 долларов на свой счет, и вы понимаете, что у вас зарплата, к примеру, 300 долларов, или 500 долларов, или 1000 долларов, поэтому 100 долларов для вас потерять, это, фу, легко, поэтому вы можете и 40 процентов просадку держать, то есть, видите, это, вот, самое опасное, то, что вам нужно, даже если у вас и 100 долларов стараться, соблюдать риск, ну, к примеру, 2 процента, вот, когда, к примеру, 1000 долларов, у вас уже, ну, да, это же я месяц пахал, ну, 10 процентов могу позволить себе просадку, когда у вас, если бы 50 тысяч долларов, да, было, вот, вот, если бы 50 тысяч долларов было, давайте посчитаем, сколько, вот, допустим, 3 процента, это сколько, это 1500 долларов, да, просадка, то есть, и вы понимаете, что, ага, вы здесь 1000 зарабатываете, к примеру, здесь можно 100 долларов посидеть в просадке, вот, а когда, к примеру, уже по, ну, сумма инвестиций побольше, то тут уже, особенно, если вы визуально смотрите, уже здесь грусть тяжелее, да, вот, поэтому с риском, вот, почему я уделяю столько много вниманию рискам, это, это слишком серьезная тема, вот, когда, к примеру, у вас 1000 долларов, да, вот, вы можете себе позволить просадку и 20 процентов, когда, к примеру, 5000 долларов, вы уже смотрите, что, ну, да, там, 5 процентов, 10 тысяч, уже 3 процента, и чем больше ваш депозит, да, тем меньше вы ставите риски, и для инвесторов, для крупных инвесторов, запомните, чем крупнее капитал, тем инвестор хочет меньше, видеть на своем счету, которым вы будете управлять, меньше процент просадок, вы ни в коем случае не должны позволить, то, что вы позволяете на мелких счетах, поэтому заранее формируйте это в своей торговле, вот, чем характеризуется данная статистика на мелких счетах, эмоции, нелогичные входы, некомфортные торги, друзья мои, вот запомните то, что я вам сейчас скажу, уже сейчас на мелких счетах, формируйте свои привычки, иначе, если вы привыкнете, вот, я написал, к эмоциональным, нелогичным, беспорядочным, хаотичным, не по плану, то есть, а я тут 10% возьму сделку, отработаю прошлые минуса, вот, то есть, вот это такие классические ошибки, но это не только вы, это все трейдеры, это во всем мире, вот, в Японии, в Китае, в Америке, в Новой Зеландии, в Зимбабве, все совершают одни и те же ошибки, друзья, вот, не знаю, может быть, в Швейцарии, или немцам, они, может, педантичнее, поэтому, у них менталитет такой, поэтому, может быть, они к деньгам относятся посерьезнее, но, ни в коем случае нельзя, когда у вас, вы положите 10 тысяч долларов на счет, это не значит, что вы будете зарабатывать, некоторые думают, вы знаете, вот такой, такой клише есть, почему-то, которое и у меня было, кстати, что так, я на 500 долларов, так, работаю, вот, если бы у меня было 10 тысяч долларов, я бы совершенно по-другому торговал, я бы уже серьезнее относился, чушь полнейшая, я вам честно скажу, формируйте свою дисциплину на мелких счетах, на мелких счетах, поставьте плюсики, кому близко то, что я рассказываю, кто это переживал, переживает, соприкасался с этим, чтобы я понимал, что вы следите за вебинаром, рынок это хаос, но если вы правы на 70% принятие решения, то это победа, к этому я стремлюсь, в целом за месяц 30-40% от депо, вот, хорошо, друзья, пошли плюсики, отлично, ну, то есть, конечно, не то, что отлично, а, в принципе, мы психологически все это переживаем, спасибо за то, что вы пишете, молодцы, двигаемся дальше, миф о скрытых возможностях, вот то, что я говорил, если бы было больше денег, то проще было бы торговать, я переведил себя, так, миф о быстрых деньгах, или деньгах, куда правильно ставить ударение, ошибка, если бы было больше денег, то проще было бы работать, жить, и так далее, поэтому самая большая проблема, особенно пенсионеров, если здесь есть пенсионеры, послушайте меня, никогда, ни в коем случае, не берите займ или кредит для финансового рынка, это запрет, просто запрет, показать вам переписку одну, если я найду, я вам сейчас прямо в скайпе покажу вам переписку, так, где мой Дима, Дима и Дима, а где мой Дима, так, 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 ну, ладно, вот, вот я вам покажу, смотрите, жил-был Дима и живет сейчас, 8 декабря наша переписка 2017 года, открываю на весь экран, смотрите, первое, отвратительный телетрейд, есть такой дилерский центр, ТТ, да, телетрейд, значит, что, что сейчас интересного произошло, Димитрий, ему звонили финансовые консультанты, так скажем, и предлагали невероятные возможности на финансовых рынках, вот, естественно, воображение начало играть, я куплю себе Феррари, построю дом на 500 метров квадратных у озера, ай-яй-яй, пошел в банк, взял кредит на 10 тысяч долларов, потому что в этом данном ДЦ можно торговать от 10 тысяч долларов, причем еще работать одним лотом, это, это, вот вы понимаете, что это умышленное, со стороны дилерского центра, умышленное, умышленный повод трейдов нарушать риски, потому что при 10 тысяч долларов, ну, ноля дни им лота, ну, в 10 раз меньше надо торговать, в итоге, вот наша, это, переписка, так, так, сколько было в сумме, я пишу, 11 тысяч, моих 9 тысяч, было, долларов, кредитов платить в месяц, по 900 долларов в месяц, при зарплате 900 долларов, то есть он все свои деньги, у него семья, дети, вот, представляете реакцию жены, это вообще, вот, всю зарплату отдавать на кредит, который тает на глазах, вот, значит, он у меня хотел обучаться, он хотел обучаться, вот я ему пишу, вот, он мне пишет, как я должен поступить сейчас, у меня выбор, между, купить напалм, по акции, это то, что у нас сейчас идет, да, прожить на них еще месяц, пока длится вытаскивание денег, стиле трейд, вот, я пишу, второй, то есть прожить, вытащи деньги, прожить на них, я говорю, не надо у меня сейчас пока обучаться, вот, я ему пишу, что лучше, лучше заботитесь о семье, потому что я не тиран, я не хочу зарабатывать на людях, когда в семье царит вот такая вот ерунда, опять же, друзья, это глупости, вы что, торговать на заемные деньги, вот, лучше взять 100 долларов положить свои, и на них учиться, психологию отрабатывать, чем на заемные, так, эмоциональный контейнер, вот, что такое эмоциональный контейнер, его надо расширять, эмоциональный контейнер, это, некоторая наша психологическая, я сейчас вам порисую, психологическая баночка, такая, это термин из психологии, вот, мы сейчас нарисуем такой контейнер, вот, в виде трехлитровой банки, вот, смотрите, вот, значит, к примеру, нарисуем график, вот идет график, да, вот, вы понимаете, что, к примеру, ваши цели, вот здесь, вот, к примеру, был пробой низинки, ложный пробой, и, допустим, цена закрепилась вот здесь, и начала закрепляться, вы входите здесь на бай, ставите стоп, вот сюда, вот сюда, рынок пошел, допустим, в вашу сторону, вот, новости выходят на рынке, и пошел вот такой вот всплеск, вот, иногда, вот какая реакция трейдера, в данный момент, трейдер, видя вот такую свечу, понимает, что до стопа осталось немного, могут сорвать мой стоп, он закрывается в этот момент, рынок разворачивается, и идет к цели, вот, то есть, его, то есть, эмоциональный контейнер находится вот здесь, вот, вот здесь, то есть, он не вытерпел сделку, второй, он такую ситуацию проживает во второй раз, здесь открывается, допустим, рынок пошел против него, он-то уже эту ситуацию проживал на своем опыте, окей, то есть, эмоциональный контейнер его уже расширился, вот, поэтому, ну, что, иными словами, что такое эмоциональный контейнер? это, когда вы психологически проживаете в первый, второй, третий, четвертый, пятый раз, одну и ту же, одни и те же страхи, так скажем, сформулирован так, и при этом вы растете в плане преодоления этих страхов, то есть, допустим, во второй раз трейдер закрыл сделку вот здесь, уже думает, фу, просадку передержал, здесь закрою, да, второй, вторая ступенька, ну, и третья, то есть, это расширение эмоционального контейнера, так, дальше, идем дальше, времени мало, времени мало, хочется вам еще рассказать то, что я вывел, так, еще одна цитата, хотел бы особо предупредить и трейдеров со стажем, и новичков, вот о чем, просматривать записи своих действий, размышляя над ними по-философски, то есть, над своими сделками, друзья, это само собой разумеется, но настоящий пробный камень это практика, активная торговля в жестких условиях, поэтому приступайте к делу без спешки, задумывайтесь над каждой сделкой, почему вам захотелось в нее вступить, как вы ее вели, удалась ли она, почему не удалась, почему, запишите ваши входы и перечитывайте записи перед всякой новой сделкой, ну, вот это перечитывать, перечитывать перед всякой новой сделкой не обязательно, просто сам факт, чтобы вы проживали эти ситуации, то есть, анализ сделок дает вам расширять ваш эмоциональный контейнер. Дальше, заложник, так называется мой слайд, заложник, прогноз и неумение быть гибким, потому что, когда вы нарисовали один прогноз, то вы становитесь как бы заложником своего прогноза, поэтому важно быть готовым к второму, третьему варианту. Я всегда примерно понимаю, что меня может ждать в самой критической ситуации. Это лично мой, друзья, подход. Ну, вот, допустим, раньше, давным-давно, когда я, ну, в принципе, вот эта ситуация, она, конечно, постфактум, но вот здесь, вот смотрите, рынок пошел в вершинку и, в принципе, вот здесь я покупал, да, я, естественно, поставил стоп вот сюда, тейк вроде бы вот в эту область, то есть у меня был прогноз вот такой. Я как бы так-так сделал, но вам нужно еще третий вид прогноза учитывать, ну, то есть моделировать ситуацию. У меня есть отдельный вебинар моделирования ситуации, то есть вы должны понимать, что рынок может пойти против вас, поэтому если вы готовы к этому, вам будет не страшно то, что рынок сорвет ваш стоп, потому что вы знаете, что это всего лишь, к примеру, 2% потерь по вашей торговой системе. Ничего, это просто всего лишь одна из потерь, и отработка вашей статистики. Все. Вот, то есть вы, когда есть наличие, я готов потерять. Все. Отлично. Дальше. Иллюзия суперсделки. Когда вы становитесь заложником, вот по фунт-ене мы рассматривали, иллюзия суперсделки сделает меня богатым, обычно это касается ловли вершинок. Ой, это та еще тема. Вот мне бы поймать вершинку, и он полгода ловит вершинку, сидит в минусах. Еще один момент. Ну, я же говорил, то есть, чего это касается? Иногда, вот, последнее время, я иногда попадаю в эти ситуации, я, в принципе, научился хорошо прогнозировать рынок, планировать его. Но, важно избавиться от сожалений. Умение перестать сожалеть об упущенной возможности. Вот, иногда друг ко мне домой приезжает, я говорю, слушай, Макс, вот, пропустил сделку по евро, ну, так и знал же, что туда пойдет, и не вошел. То есть, здесь умение нужно простить себе ошибку. Или, или перестать сожалеть. Все, это история. Это уже все, его нет. Мы сделали вывод, все, в следующий раз я войду. Ну, вот, поэтому мы проанализировали, чтобы ошибки эти систематически не повторялись. Идем дальше. Вот, иначе, вот этот, знаете, когда сожаление идет, во-первых, это эмоционально немножко надрывает, и вы уже, ну, ваша психология немножко, она уже раздавлена. Поэтому, ну, тяжелее, здраво, с холодным рассудком принимать следующее решение. Ой, вот это вот, кстати, тема, звездная болезнь. Ох, какая это серьезная вещь. Особенно для новичков, которые первый раз на рынке, и они, вах, вах, получилось и там, и тут, и как бы, они, вот, за рисками, новички же не следят, поэтому, тут 10%, я вошел в сделку. Так, мама, мама, или папа, или друг, там, смотри, я уже со 100 долларов сделал 150, там, или я положил 500, а уже сделал 700, или 750. Вот, и начинает, и когда идет серия каких-то удачных сделок, например, в течение промежутка двух недель, все, трейдер ходит и говорит, да, я вот, я герой, я гуру рынка, вот, очень хорошо. Вот здесь есть большая опасность, вот, кстати, это касается бывалых трейдеров, сейчас я скажу, бывалых, ну, с новичками, понятно, понятно, что идет, и ждет маржин Коля, вот, потому что, это слив депозита конкретный, и неизбежный, вот, потому что идет огромная вера в себя, что я прочитал книжку Билла Вильямса, и все, и вот тут пришло, тут от наклонного канала оттолкнулось, и отработал, заработал, круто, ну, и естественно, нарушение риска, уйдет все больше, больше, потом потеря, вот, а вот что касается бывалых трейдеров, это опасно сделать прогнозы от балды, фу, класс, я вот, вот, хорошо все, ну вот, и люди начинают анализировать рынок, как бы, считая, что у него там уже он за месяц удвоил депозит, или за два месяца, да, бывают такие месяца, но не стоит расслабляться, не стоит, друзья, это очень важно, вот, иначе, ой-ой-ой, будет, так, что, давайте теперь быстро, я вам покажу, как же стоит анализировать рынок, чтобы ваша психология не страдала, и вы очень-очень здраво себя чувствовали при этом, так, что я делаю, значит, мы с вами говорили о торговом плане, так, что у меня там по, по сделкам, хорошо, ну, допустим, сейчас я вам покажу одну из сделок, каких, что тут мы посмотрим, так, ну, допустим, допустим, сейчас я вам покажу, где мой анализ, тот же самый евроавстрал, да, как я начинаю анализировать, смотрите, у евреев есть такое понятие, они говорят своим детям, думай на бумаге, о чем это говорит, к примеру, вот, давайте так, давайте так, я вам сейчас открою евроавстрал, так, где наш евроавстрал, так, евроавстрал, так, где мой шаблон, смотрите, вот, мой шаблон, вот, если подходить к анализу рынка, так, ага, так, что тут было, что тут было, так, у нас здесь была зона поддержки, понятно, что здесь было, естественно, это является зоной сопротивления, здесь мы пробили, так, рынок пришел сюда, оттолкнулся, здесь можно было выходить на бай, так, ну, то есть, это как бы такой анализ поверхностный, то есть, ага, так, вот, хорошо, инструмент пока движется вниз, ну, более-менее нормально, отлично, вот, я последнее время абсолютно не так подхожу к рынку, то есть, принимать, не принимать здесь решение, окей, будут сигналы, приму решение, нет, что я делаю, я вам советую конкретно прописывать мысли на графике, я еще со своей мастер-группой не занимался, это у меня будет следующий вебинар, который я хочу с ними позаниматься, вот, кстати, этого я вам первым рассказываю, что вы делаете, друзья, не стесняйтесь и не не опускайте таким делом, как записывать свои мысли на бумаге, к примеру, вот давайте так, берем вот эту область, вот эту вот область, берем и записываем, ага, так, где наш рифт, мы говорим, так, инструмент, у меня английский стоит, инструмент пробил зону, например, зону поддержки, зону флета, да, пробил зону флета, окей, где эта область, сейчас мы все пропишем, так, я шрифт чуть больше сделаю, вот она, вот у нас область флета, отмечаем ее, так, вот она область флета, что мы здесь видим, вот, вот когда мы начинаем прописывать это все, наш мозг включается, верите вы мне или не верите, попробуйте поэкспериментировать, вот когда вы начинаете прописывать, еще раз повторюсь, ваш мозг включается и на инструмент, да, вот так, инструмент пробил низинку, я вам сейчас покажу вот эту область, и так, вот эта область, вот, то есть вот здесь была какая-то проторговка, инструмент, вот он пробил низинку, но мы начинаем, оказывается, обращать внимание на мелочи, что здесь было, оказывается, здесь был полет свечи вверх, опа, деталька одна, хорошо, мы пропишем, мы ее пропишем, то есть мне даже моя, помню, учительница по математике говорила, Сергей, если ты хочешь научиться думать в математике, математика без карандаша это не математика, всегда в математике должен присутствовать карандаш, поэтому мы пишем, был хотя бы мысли свои, пишите, был поход вверх, а вот это, кстати, деталька очень простая деталька, вот она, которая очень сильно влияет на вот этот вот весь будущий анализ, вот этот вот весь, почему, вроде бы хаос, да, здесь, но все упирается вот во что, а я вам скажу, здесь была борьба покупателей и продавца, и обратите внимание, вот это неспроста было, здесь некого было выбивать, понимаете, вот, если бы была ситуация вот такая, вот, вот здесь была вершинка, да, и здесь, ой, вот здесь входили продавцы, вот здесь входили продавцы, рынок бы отреагировал вот таким образом, сбил бы стопы, да, вот, и, ну, и как бы пошел вниз, но здесь ситуация совершенно другая, почему, потому что я хочу сказать, что я вам, конечно, это все на будущем тренинге буду рассказывать, вот это была попытка вернуть цену, но ее здесь задавили селлимитами, вот, поэтому вот эта область, вот эта область, куда, можно сказать, практически в 80% будет возвращаться цена, а если мы знаем вот эту область, то мы можем цели найти не только здесь, да, а уже даже ниже, понимаете, да, что эта точка уже эффективнее, вот, поэтому прописываем, дальше, что мы можем, то есть, мы прописываем все то, что мы замечаем о рынке, это первое, то есть, к примеру, рынок рынок держит бай лимитами, вот, обратите внимание, вроде бы мелочь, но, смотрите, вот это, вот эта ситуация, где рынок держит бай лимитами, вот, отлично, то есть, у нас уже подсказок, если бы мы, знаете, вот так вот поверхностно пришли, так, что тут на рынке, то, 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 понятно, не входим, но, когда мы дотошны, каждую деталь рынка прописываем, так, так, было здесь так, нам гораздо легче, мозг начинает включаться, и он начинает анализировать, он погружаться в глубину рынка, то, что происходит на рынке, вот, это первый момент, второй момент, допустим, вы вошли, ну, допустим, вы вошли, к примеру, вот здесь, где, где, так, чтобы ситуацию более-менее вам описать, вот, допустим, вот Австрал Канада у меня открыта, вот смотрите, я вам сейчас покажу, что здесь происходит на Австрал Канаде, вот, так, я здесь прописываю, вот я здесь пишу, что, вот видите, вот этот вот рывок, у меня сейчас позиция на сел открыта, вот она, вот, позиция на сел, даже не одна, а три позиции на сел открыта, вот у меня три тейка, раз, два, три, вот смотрите, если я буду прописывать, что, так, так, я, к примеру, вошел по логике, по логике, к примеру, цели внизу, то есть, иными словами, прописывайте вашу логику, потому что, смотрите, наша задача, что сделать сейчас, наша задача избавиться от эмоциональных страхов, которые, вот буквально, вау, пошел толчок вверх, ой-ой-ой, рынок пошел против меня, я в минус, и сейчас вот должен достать мой стоп, вот, цели внизу, к примеру, это новостная свеча, так, это всего лишь новостная свеча, вот, когда вы пропишите вот эти страхи, да, и обоснуете, что у вас логика, вот, вы, вы начинаете обосновывать каждое движение, допустим, вот, я, конечно, здесь все порисовал свои мысли, здесь были продавцы, конечно же, здесь, допустим, было движение вниз, вот, если вы начнете прописывать, то есть, первый приоритет, вот, здесь крупный игрок начал входить, двигать цену вниз, вот, здесь начала входить толпа, поэтому, скорее всего, ее развели, возможно, новостную свечу и подстроили, чтобы выбить стопы, но, цели остаются внизу, к примеру, и вы, если это все прописываете, да, вы избавляетесь от страхов, вот, от страхов, все, друзья, на сегодня все, час сорок, вот, как ни крути, я уже и так, так торопился, потому что психология, это, вот, мой конек, мне очень нравится говорить о психологии, потому что это львиная доля вашего успеха, так, друзья, друзья, вот, Рушан, я смотрю, любит, Рушан, я вам скажу так, у вас все получится, только если вы будете к этому приложить свое усилие, Михаил, я, наверное, вам передаю слово, потому что по психологии, я, наверное, уже более чем достаточно рассказал, отпишите, кому понравилось, вот, Александр написал, отличная информация, спасибо, вот, хорошо, вот, отлично, 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 вот, очень рад с вами поделиться, это вот все, все то, что я говорил, вот эти все переживания, мы, это из личного опыта, потерь, личных страхов и прочего, поэтому, конечно, любая потеря написана была потерей финансов, все, Михаил, вам передаю слово, вот, у меня все, так, Михаил пьет чай, так, я вам напомню, друзья, что у нас во вторник еще будет вебинар по золоту, просто потрясная стратегия, которой я буду делиться, ну, это я вам говорю лично, что, ну, не пропустите, очень хорошая информация будет, она там, представьте, там стратегия, которую я буду продавать, которую мы продаем сейчас уже за 3 900 в России, мы будем, мы вам будем отдавать всего лишь за 149 рублей, спасибо, друзья, интересная тема, хороший урок, да, спасибо, ну, что, ждем Михаила, где Михаил, где Михаил, так, а, Михаил пишет, Сергей, у меня сеть пропала, восстанавливаю, если не появится консультерной связи, то закончите сами, так, понятно, хорошо, ну, что, значит, ну, я лично сам немножко расскажу о тренинге, который у нас будет идти, это система Напалма, система, сейчас, я ее разделил немножко на два этапа, у нас есть статистика по Напалму, так, у нас есть статистика, и она довольно-таки хорошая, вот, допустим, даже, мы недавно тестировали с ребятами, вот, как мы сейчас иногда с ребятами занимаемся, я недавно брал еврофранк, еврофранк, и в течение, там, к примеру, полугода тестировал, и каждую детальку, каждую детальку объяснял ребятам, то есть, как мы с вами будем работать на будущем тренинге, я вам буду показывать места, участки, которые в 80% закрывают цена, то есть, из этого я строил свою торговую систему, ну, допустим, торговая система, она должна отвечать на вопрос, допустим, где цели, вот, допустим, область, вот смотрите, как интересно закрывают цель, просто шикарно, новости, джиг, резко, и закрыли, да, и нам нужно научиться брать вот эти участки, вот они, то есть, в 80%, которых закрывает цена. Так, значит, напал, который я создавал, естественно, очень сильно отличается от той информации биржевых данных, которыми я раньше обучал и сейчас еще обучаю, но биржевые данные, конечно же, это тема серьезная, это фьючерсный рынок, это опционы, это объемы и прочее, напал, то есть, что она дает эта стратегия? Мы анализируем рынок по голому графику, но глазами крупного игрока, вот, с 15, с 10 вроде января у нас стартует система напалм, вот, вы здесь можете видео посмотреть, вот, я здесь, кстати, тесты показываю свои, вот, которые статистикой очень хорошо проверены, и, кстати, очень хороший риск-менеджмент, я, наверное, месяца три сидел по ночам, друзья, иногда по три часа ночью сидел, чтобы поработать, проработать риск-менеджмент в отношении торговой системы, эта система очень простая, первое, это упростить рынок, отсеять самые неприбыльные инструменты и выбрать все то, что работает, так, вот, так, ну, здесь это мы пропустим, в принципе, вы, наверное, уже читали, то, что здесь написано, вот, значит, смотрите, что мне нравится, вот, лично мне нравится, вот, как автору этой стратегии, да, что на одном, на первом вебинаре я расскажу, как работать по данной стратегии, даже вот на двух вебинарах я расскажу, как работать, на каком-то время торговать, как формируется структура рынка, потому что, когда я проводил объемы, мне нужно было одна неделя, чтобы рассказать вертикальные объемы, потом еще две недели, то есть, в сумме три недели, чтобы рассказать о дельте, об опционной зоне, и это теория, которая почти длится каждый день, вот, здесь мне надо два часа времени, чтобы рассказать механику рынка, вот, работать в основном мы будем лимитными ордерами, вот, значит, ну, допустим, мы и Австрал-Канада, вот, когда еще цена, вот смотрите, когда еще цена была здесь, вот, когда еще цена была здесь, я ставил лимитку сюда, он себе отработал, я просто сижу, жду, то есть, это как, ну, мини такой, мини полу, на мини полуавтомате у нас будет, будет вестись работа, вот, на таком, то же самое здесь, вот видите, по Франк-Ене, один лимитку отработали, вторую, чуть-чуть не отработали, ну, обидно, немного, конечно, вот, обидно и досадно, вот смотрите, первую лимитку отработали цена на откате вернулась и чуть-чуть до второй не достала, вот, и пошла вниз, но ничего, вот, то есть, поэтому мы будем работать в основном лимитками, 90%, наверное, вот, ну, и будет очень простая, простая логика в понимании рынка, вот, я не знаю, здесь есть, а, наверное, с Антоном интервью вам присылали, да, в конце каждого месяца мы будем анализировать свой стейтмент, да, я вам покажу, как его просто проанализировать, я буду вам показывать каждую сделку, которую лично я открывал, мы будем разбирать конкретную рыночную ситуацию, там, где я входил, какие были ошибки, что было так или не так, где мы психологически там не справились и так далее, вот, ну, примеры сделок вы здесь можете посмотреть, то есть, честно сказать, еще, ну, скажу про, скажу про, ну, лично про себя и про мой опыт с учениками, значит, вот, давайте, вот даже так, я вам некоторые статистические данные скажу, допустим, из 100 учеников, которые, допустим, приходят на обучение, да, по объемам, для того, чтобы разобраться и прибыльно торговать, ну, допустим, 10% зарабатывало, вот, остальные 90% почему-то, я не знаю, почему так люди безответственно и безалаберно относятся, они же заплатили за обучение, правильно, ну, допустим, там, 15 тысяч, да, сейчас стоит, но у меня объемы дороже стоили, вот, полная мастер-группа 29 900, поэтому сейчас это практически наполовину дешевле, поэтому смотрите, многие, вот, из 90 оставшихся процентов, из них примерно 60% вообще не усвоили материал, не просматривали, у кого-то работа была, у кого-то командировку отправили, я лично каждому писал и говорил, что у вас происходит, вот, ну, я говорю, как считаете нужным, будет время, просмотрите всю систему обучения, вот это я говорю об объемах, вот, и потом остальные, остальные через полгода просматривали, то есть, вот здесь уже шла и психология, и почему-то и безответственность личная, не знаю, почему, ну, всякие в жизни моменты бывают, но по вот этой данной торговой стратегии, наверное, процентов 50 всех тех, кто прошел обучение, вот, и тех, кто ответственно отнесся, вот, они уже имели результаты, мне важно, чтобы у вас были результаты, чтобы вы зарабатывали, торговая стратегия не дает 100% в месяц, 50, она дает от 5, может быть, до 20% в месяц, ну, естественно, смотря, какие вы ставите риски, я лично ставлю по всем, по одному инструменту, при срабатывании стопа 2% максимум, все, конечно, я просто знаю свою психологию, когда 3% или 4%, я уже чувствую себя некомфортно, вот, поэтому наша задача стабильно зарабатывать, пускай это 5, 10% будет, мы уже знаем, что мы кучу тренингов прошли, результата ноль, поэтому наша задача, ну, хоть как-то регулярно зарабатывать, вот, то есть, ну, вот такая, это моя цель для учеников, моя цель и для себя же, потому что я торгую по этой стратегии, вот, то есть, конечно, сейчас 19, 900, но Михаил говорил, что с купоном, когда вы вводите купон, то сразу 4 тысячи скид, вот, ой, так перешел не туда, поэтому, друзья, это отдельно то, что мы говорим о предстоящем тренинге, у нас, смотрите, напомню, в следующий вторник, это какого числа получится? 26, да, после Рождества, 26 у нас стратегия по золоту, и потом дальше в январе будем бомбить напал, будем бомбить эту стратегию, вот, ну, что, тогда на сегодня все, я надеюсь, то, что мы сегодня разбирали по психологии вам было полезно, вот, и я, конечно же, хочу, чтобы каждый из вас, как трейдер, рос в этом, ну, в этом отдельном русле, потому что над ним нужно поработать, тогда я с вами сегодня прощаюсь, хороших вам выходных, профитов вам, друзья, рад был всех вас увидеть, спасибо за комментарии, ну, что, на сегодня тогда все, увидимся на следующей неделе. «Святая» 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 Продолжение следует...